Бережка до вода, с вами Стас Сен Сегодня у нас заезды 0-100 Механика против ДСГ Наконец-то мы узнали, кто быстрее И кто лучше Чтобы заезды были максимально честные Мы нашли такую же Octavia A7, как у меня Но на немецком роботе У обоих машин один и тот же мотор ЦСДА 1.4 ТАСАИ 150 сил 250 Нм Обе машины примерно одинаковых годов 15-го и 16-го Примерно одинаковые пробеги Но у одной машины, которая едет на механике Залито сотовое топливо У машины, которая едет на ДСГ 95-й И машина на механике на Пиреле П7 Машина на ДСГ На Континенталь Конти Был вечер, было прохладно Сейчас смотрим, что да как Дальше обсуждение И гонки, товарищи, 0-100 Музыка на ДСГ уравнялся давай насчет 3 готов раз два три нормально давай ты ходом хорошо пошел давай опять синий развернемся давай давай я чуток просрал первую как на амбициях но видишь ты ходом пошел хорошо странно ты сразу на 3 сразу среагировал просто на этот как сразу не пошла дать так было на 3 ты сказал 3 у меня но я держал тормоз и ты сказал не ну короче это ты это не этот не не пропустил старт короче все это то надо в полную силу мне херячить лишь ты догоняешь то что я вначале отрыв делаю себе и потом он это нагоняешь его спокойно давай тогда тогда в полную силу туда так ты себе это пространство делать все так готов считая все а но перед нормально еще можно все два насчет 3 раз два три а чак как получилось но сейчас ты чё-то раньше раньше портанал да не до того как ты сказал короче что это начался по-честному давать тебя 3 ты считай последний раз чтобы тачки больше нет и не косячить ты считаешь и все тогда уж по-честному давай да сейчас это догоняем просто так пихоньку иди чтобы эта тачка остывала тоже а знаешь какой косяк я не в спорте ехал а в драйве серьезно и все давай драйв ой спорт блин я думал ты сразу спорт поставишь нет первый раз в спорте было да а сейчас устрою я ешь так что там ровно давай считай блин давай вперед машина сзади давай так во фиг раз два три теперь спорт было ну все я думал тачкам харе уже гонять по заездам как вы видели до 100 километров в час механика побеждает уверенный старт но из того что у механики стоит плохая резина пирели п7 постоянно шел букс я как не пытался в тот вечер она постоянно срывалась за нос у машины включалась стабилизация включает антибукс анти колебания все это душило старт и такой момент все потребители были включены ехали на включен потребителях но как видели на примерно на 105-107 км в час dsg догоняла второй заезд как говорит наш оппонент я статанула раньше но возможно было раньше но как вы видели машина на механике ушла на определенное расстояние и всю дорогу это расстояние сохраняла машина 2 шла в драйве 1 в спорте странная тенденция потому что так вот мы потом эту машину мерили она начала ехать в драйве лучше чем спорте такой момент коробка адаптивная кто не пульс что такое потом будет позже ролик ну и третье заезд как вы видели все было спорте чтобы вы все честно уже считал наш оппонент но стабильно dsg догоняет примерно на 105-107 км в плюс-минус там полкилометра почему это произошло вы скажете да я бы сделал лучше а сейчас я вам все поясню волей случая в моих руках оказалась такая система как драга сейчас я вам все поясню что да как мы провели замеры сейчас я поставлю точку вообще в споре что может быть лучше и наглядно вам все пока итак вашему вниманию график драги что мы видим на этом графике вот это вот синенькая прямая это скорость это как автомобиль ускоряется видите почти ровная прямая вот это идет acceleration перегрузки это вот при машина набирает мощность и примерно ровно держит в конце на снижает и вот этот третий график это наклон дороги но был наклон скажу так что просто мы тут раз еще изучали потом все объясню ролика про драгу как видим у dsg все хорошо вот замер механики как видите каждое переключение есть пауза это легко заметно по изменению тяги видите пауза провал вернее переключение провал мощности снова мощность переключение провал мощности первая переключалась но знаете такая ситуация что каждый заезд на механике это новое время как ты стартанул как ты поймал зацеп на этой резине по 7 я не буду избавляться она тем более тогда вечером уже было плюс 6 она просто не держала как бы я не старался она же при старте двух с половиной тысяч оборотов она срывалась шлиф просто шлифовала на цепку не получалось dsg как видите я вам покажу она такой момент мы потом тачка отмерили dsg я выходил с машины смотрел dsg не тупит она делает как гиперкарл они хотя бы она они полноприводные они не шлифуют но dsg она плавно начинает первый метр движения примерно с 2 метра идет шлифт на этом она резко ускоряется примерно уже там двух тысяч оборотов и она выиграет переключение видите у него нету разрыва разрыва мощности как и писал volkswagen что коробка dsg она переключается без разрыва мощности вот он разрыв мощности он виден вы начнете говорить что да я бы переключился быстрее но вот товарищи вам замеры чип-тачик это с базы драги видите переключение машина идет 6 и 8 до сотни что мы видим мы видим огромный провал машина просто был старт машину более-менее мощному что это видно уже даже по графику мощности переключение на вторую на вторую набирает сотню вот еще так вот она видим чип-тачка вот просто замеры простых людей переключения гораздо видите гораздо шире эта полочка бог не такие ровные все зачетно опять видите переключения все более большие чем мои переключения вот плавные резкие хорошие переключения я переключаюсь гораздо быстрее чем среднестатистический водитель и даже быстрее некоторых чипанутых ребят видите опять же как вы не хотите все равно идет провал мощности провал механика не может так видите 568 это чип-тачка мощность уже даже даже прилично на первом вообще попер потом у него слилась . опять видим опять провалы большие провалы большие паузы так что товарищи как не прискорблен для фанатов механики робот рулит робот он выигрывает за счет переключений кто будет говорить что надо было идти ходом надо было но мы решили уже тачки не насиловать да и плюс на нашей спортивной трассе и какие-то хулиганы повесили радар теперь там не погоняешь вот такой момент но как раз сегодня получилось так что я ехал по этой дороге и в воле случая мне как задний бампер дышал тигуан я его не пуска может там радар и когда уже у него кончилось терпение пошел на обгон я шел на 50 на 4 передачи 55 я добавил газу он поравнялся но я уже вижу что он уже обгоняет я перехожу на четвертую мы какое-то время идем вместе потом я понимаю что это все-таки глупо так делать и пропускаем машину она уходит если вы видели уже он показал но такого не доказал то думаю знакомый через минуту мне перед вами без статянович это был ты я говорю я а вот и было тигуане короче это был 180 сильный двухлитровый тигуан и обгонял у меня в спорте если нам повезет мы попытаемся нормально с ним заехать но скажем так что dsg ходом первое время тоже проиграл бы я бы выиграл прям пол корпус потому что есть был бы за и сходом нашли бы на 2 передачи я пошел бы 50 километров и плюс dsg имеет такой момент она обладает за тупом каким никаким никакие за тупого почему потому что у вас dsg в машинах активировано плавное увеличение газа у меня сейчас это отключено у меня идет мгновенная максимальная подача топлива газа короче или полная реакция почти механический тросик вот такой момент поэтому изначально я ходом обойду ну и плюс после всех этих гонок мне не понравилось что машины постоянно шлифуют я уж хотел купить уже новую резину но цена 22 тысячи рублей за комплект michelene michelene p4 sport меня как бы остановилось остановила но и там такой момент чтобы был доступ лучше там надо не только менять резину нужно стать больше покрышки пошире это уже примерно под 60 тысяч рублей я сделал проще я просто-напросто отключил все эти душение двигателя и отключил колебания на старте полностью убрал снижение мощности при буксовке колес и машина преобразилась теперь она не душится на первой передаче стрелка тахометра просто улетает реально это все работает я еще тачку не меряю потому что сейчас у вас прохладно скоро будет потеплее 1820 градусов и тогда и возможно я замерю насколько все изменилось но будущем смотрите ролики мы все замерили будет ролик про царь коробку очень много информации я узнал просто вовле случая получается так что у меня куча информации ну а так товарищ подписан канал оставьте лайки буду дальше изучать наш шкода мир ну тема такая dsg лучше как бы вам это не хотелось механика для старых фанатов мужского вождения и участвовать наши шкода 8 лайк подписка до свидания